Только посмотрите, как красиво выглядят эти блины. Настоящее украшение стола не только на Масленицу, но и на любой праздник. Эти блины закусочные, они не сладкие и с соленой начинкой. Их, конечно, можно сделать и сладкими, но на моем канале есть замечательный рецепт, ссылка на который будет в конце видео. Здесь же большие дырочки кружев просто не дадут удержаться начинке вроде творожной или повидла. И потом, на мой вкус, они гораздо вкуснее именно с соленой начинкой. Приступаем. Нам понадобится 12 грамм дрожжей, 400 миллилитров молока, 2 столовые ложки растительного масла без запаха, пол чайной ложки соли, столовая ложка сахара, 200 грамм муки и одно яйцо. Это рецепт на 10 штук. Яйцо я взбалтываю в отдельной посуде. Это для удобства, это делать не обязательно, мне так больше нравится. Замешиваем тесто, как обычную опару. Сначала растираем дрожжи, у меня прессованные. Растираю дрожжи с сахаром. Я их изначально помяла, поэтому просто больше перемешиваю. Перемешанные с сахаром дрожжи, растертые или измельченные, заливаем тёплым молоком. Перемешиваю. Добавляю остальные ингредиенты по очереди. Соль, яйцо и в конце муку. Муку я добавляю всю сразу. До однородности вымешиваю тесто и растительное масло я не добавляю на этом этапе. После того, как наше тесто готово, ему нужно дать подойти, как обычному дрожжевому тесту. Я его отправляю в тёплое место приблизительно на 20-30 минут. Но это проще смотреть по его состоянию. То есть оно должно подняться пышной шапкой. Вот так оно выглядит после подъёма. Она становится плотной, эта шапка густая, и её нужно разбить. Просто венчиком я перемешиваю, тесто осаживается и снова становится жидким. После чего я снова его отправляю подходить минут на 20-30. Так я повторяю 3-4 раза. Я обычно делаю 4. После четвёртого раза добавляю растительное масло в тесто. Перемешиваю. Тесто готово к выпеканию. Всё. Подготавливаю сковородку. У меня сковородка не блинная, это не имеет никакого значения. Первый раз я её смазываю растительным маслом, хотя она с антипригарным покрытием. И приступаю к выпечке. После того, как она хорошо разогрелась. Тесто получается довольно густое. То есть приблизительно больше черпачка у меня идёт. На обычные тонкие блины это один черпачок. Его можно немножко развести водой, но я не рекомендую. Не толстые получаются блины. Просто очень такие ажурные, красивые, пышные. В общем, самое оно. Я не рекомендую разбавлять. Вот такие интересные, крупные, сквозные, густые дырочки получаются, напоминающие кружева. Если развести немного теста, они будут ещё больше. И блин будет ну прямо вот такой сильно-сильно дырявый. Я выпекаю половину блинов обычных. У меня получается из половины теста 4-5 блинов. Вторую часть блинов я буду делать с зеленью. Как всегда, внизу под видео будет погромовка количества продуктов на 10 штук. Это количество очень легко пересчитывается, если вы хотите больше блинов. Беру зелень. У меня это зелёный лук, петрушка и немного укропа. Но можно взять любую по вашему вкусу. Количество тоже на глаз. И добавляю в оставшееся тесто. У меня это чуть меньше половины. Я сделаю несколько блинов таких, чтобы вам показать. На вкус это не сильно влияет, потому что будет зелень у нас, конечно, ещё в начинке. Но внешне они выглядят очень симпатично. В эти блины я долила буквально ложку молока, чтобы они были чуть-чуть жиже, потому что зелень может застревать, прихватываться, пока тесто пытаемся распределить по сковородке. Поэтому оно чуть-чуть жиже, но блины получаются такие же в меру тоненькие, в меру толстенькие. Ну, в общем, я не знаю, как это описать, их нужно попробовать. Вот такая красота получается. Такие вот кружева с зелёным оттенком, с прижарочкой. Блинчик выглядит очень симпатично. Выпекаем все наши блины. И если ваши домашние не съедали их по мере выпекания, самое время приступить к начинке. Смотрите, какие они получаются красивые. Блин получается очень нежный, мягкий. Говорят, что в дрожжевые блины очень тяжело заворачивать начинку. Нет, не в эти. Они не слишком толстые, но вот они достаточно такие дырявые. Поэтому я и сказала, что сладкая начинка нежелательна. А вот порубленное мясо или рыбка, которую я буду начинять, она никак не просочится через эти дырочки. В свёрнутом виде тоже не вылезет. Блин сам очень хорошо сворачивается. Он мягкий. Ну, в общем, проблем не возникнет. Эти блины не только красиво выглядят, они ещё и очень вкусные. По толщине он получается, ну, буквально чуточку-чуточку толще, чем самые-самые тоненькие блины. И я не рекомендую их делать тоньше. Их можно сделать тоньше. Будет ещё больше дырочек вот таких прям сплошные. Дырки, сплошные кружева. Ну, мне нравится так. Я советую делать так. А вы смотрите, пробуйте, экспериментируйте. То есть у него буквально пару миллиметров толщины. На вкус они именно солёные. Мне нравятся больше. Часть блинов я завернула. Они у меня с солёной красной рыбкой. Их не нужно греть, не нужно обжаривать. И часть я буду делать с копчёной рыбой. Копчёная красная рыба, в которую я добавляю зелень. Перемешиваю. Эти блины мы будем обжаривать на сливочном масле. Они немножко будут по вкусу отличаться. И эти блины лучше подавать горячими. Помним, у нас лицевая сторона ажурчики. Переворачиваем. Я начиню три блина для эксперимента. На три блина, то есть на каждый блин, я беру приблизительно столовую ложку порубленной рыбы. И на глаз зелени. Я сразу разделила свою массу на три части. И сворачиваю три блина. Вот так я их сворачиваю. Не трубочкой, а как шаурму приплющенные. Так их удобнее и обжаривать, и удобнее есть. Как видите, они прекрасно сворачиваются, отлично выглядят, хорошо смотрятся. Делать это легко и есть это будет очень удобно. Вот такие уплощенные блинчики у нас получаются. Теперь будем их обжаривать. Обжаривать нужно блины на сливочном масле. Они не просто корочку на нем образовывают, они активно впитывают сливочное масло. Его должно быть достаточно много. И от этого меняется вкус. Отправляем их завернутой стороной, где заканчивается заворот. В первую очередь она прижарится, припечатается, блин не развернется. Хорошо такие блины обжаривать еще в бутерброднице, бургернице. Они получаются с красивой прижаркой, но другого вкуса. Без вкуса масла. Как видите, пока они обжаривались с одной стороны, они практически впитали масло. Обжаривая снизу, я не накрываю крышкой. Мне не нужно, чтобы корочка отмекала. Пускай она будет хрустящая. Горячие блинчики с хрустящей корочкой. Снимаем. Вот так красиво они выглядят. Эти блины лучше обжаривать перед подачей, потому что они вкуснее горячие. С соленой рыбой, я думаю, нет смысла обжаривать. Эти блины вкуснее будут холодными. Блины же с копченой рыбой получаются довольно интересные по вкусу. Ну и, конечно, я разрежу, чтобы показать, как они выглядят у нас изнутри. Блинчик с зеленью получается более такой вот зелененький. В зеленой кайме и с зеленью внутри. Ну и, конечно, попробуем. Вот такой разрезик. Блины очень вкусные. Они очень вкусные именно с рыбной начинкой. С мясной, с грибной, конечно, тоже. Но с рыбой, на мой вкус, просто невероятные. Точно так же выглядит и блинчик без зелени, только более белая кайма блина. Вот для сравнения. Смотрите. Вот. Как я уже сказала, начинкой для таких блинов может служить грибная, мясная, куриная. Ну и, конечно же, классика. Красная икра. Если же вы все-таки хотите их сделать сладкими, само тесто не нужно добавлять больше сахара. Просто уменьшить количество соли. Добавить не пол чайной ложки, а всего щепотку. Тогда оно получится более нейтральное на вкус и компенсирует сладость уже начинкой. Какой бы вариант вы не предпочли, они замечательные. Всем приятного аппетита! Прошу к столу и подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые вкусные, интересные рецепты для праздничного стола и на каждый день.